У меня была моя мастерская с художниками, работала на разных маленьких предприятиях, на экспериментальном заводе. На ЛФЗ не работала, по причине, что я хотела творить. Рисовала, рисовала, потом стала ходить, устраивать мастер-классы, поняла, что мне очень нравится преподавать, нравится результат. А потом решила, что вот здорово было бы организовать школу, потому что везет только тем, кто живет в Санкт-Петербурге. Только у нас есть такой лицей, который готовят для завода художников. Что делать? Я решила, что это лучше делать онлайн. Тогда не тех осчастливлю, которые живут около моей школы, а всех, кто хочет расписывать фарфор. И оказалось, что желающих научиться много. В большинстве своем это люди взрослые, что называется состоявшиеся. Из разных городов и областей, из разных часовых поясов. Зачастую учатся работать с фарфором в свободное время. Конечно, в Обнинск приехали не все ученики. Кому-то, чтобы добраться до нас, нужно половину страны пересечь. По мнению Виктории Гнедыш, сам факт выставки доказывает, что и такому сложному ремеслу можно научиться дистанционно. В онлайне надо организовать себя. Вот сесть за стол, надо, чтобы все было у тебя, рабочее место живописца готово. Не то, что черт, у меня нет угля. Ну что ж, завтра сяду, когда сделаю себе уголь, чтобы переносить рисунок на фарфор. Все должно быть готово. И время. Никто, ни муж, ни дети не должны отвлекать. Или жена и дети. Ну вот, это сложно. Рассказывая о работе с фарфором, Виктория перечисляет десятки тонкостей, которые необходимо учесть, чтобы все получилось. Правильно положить краску, правильно провести обжиг, чтобы цвета остались прежними. Выставка для художницы – волнение и гордость одновременно. Многие ученики стеснялись участвовать. Какая, дескать, выставка? Рановато мне. Но наставник убеждена, что для ее подопечных важно преодолеть этот барьер, выставить работу, взглянуть на других и понять, что все молодцы. Для Александры Подосиновик из Тюмени началось все с увлечения керамикой. В процессе она поняла, что роспись ей ближе лепки. Не слушалась перо, не слушалась кисть. У нас у Виктории есть такая фраза «Во всем виновата краска», которая подразумевает, что главное – правильно уметь краску замешать. Онлайн – это не очень просто, потому что рядом нет человека, который тебе скажет, что она должна быть чуть-чуть жиже. И, в общем, приходится это делать на своем опыте. Это виды моего родного города. Старый город, то есть старые постройки, революционные. Мне хотелось их представить в таком сказочном виде, потому что сейчас зима, преддверие Нового года. Моя душа просит, наверное, сказки. С одной стороны, онлайн никто не сможет помочь научиться замешивать краску, разбавлять, вести кисть. Мастер не стоит за плечом, не поправит и не направит руку. С другой стороны, ученик сам нащупывает эти тонкости, благодаря чему его практический навык только крепнет.